Курорт Затока – почти райское место для отдыха. Широкая полоса пляжа, прозрачная вода, масса развлечений. Однако для вынужденных переселенцев с Восточной Украины это место стало временным домом. На турбазе Буковин разместилось порядка 80 человек. В основном это женщины и дети. Администрация базы отдыха пошла навстречу волонтерам. Вынужденных переселенцев разместили по минимальной цене. Сейчас наша организация потенциально может принять, наверное, до 500 человек. Мы к этому готовились и планируем, что сможем принять, расселить и прокормить нужное количество времени 500 человек. А дальше будем смотреть. Тут же вопрос в том, что 7 миллионов находится на Донбассе. Всех перевести не получится. И вопрос в подборе категории, кому мы помогаем. Предметы гигиены, продукты питания, одежда, медикаменты. Сегодня беженцам требуется абсолютно все, говорит общественный деятель Сергей Шахов. Люди оставляли свои дома в попыхах. Времени и возможности собирать чемоданы не было. Так что им необходима любая помощь. Потребности есть во всем. Прежде всего, конечно же, финансовые. Есть потребности и в одежде. Есть потребности в питании. Есть потребности в моральной поддержке населения, которое их окружает. Окружение самого поддержка необходимо. Необходима поддержка в медикаментах. Необходима поддержка во всем, что нужно для жизни человеку. Светлана – мать героиня. У нее 11 детей и двое маленьких внуков. Из зоны боевых действий в Солнечную затоку семью привез отец семейства. Решение оставить родной дом далось нелегко. Везде в Жинске осталось хозяйство, дом, работа, говорит женщина. Однако дети превыше всего. Благодаря усилиям волонтеров базу закрепили за вынужденными переселенцами на три месяца. Дальше придется искать новые варианты для проживания. Впрочем, люди надеются, что к тому времени в стране воцарится мир, и они смогут вернуться к себе домой. Другие настолько прониклись южным солнцем, что планируют остаться в Одессе. Когда человек уже адаптируется, они сами приходят и говорят, вот, допустим, работа. Некоторые сами пошли по базам вот здесь и нашли работу. Достаточно, ну, скажем так, почему? Потому что, допустим, ну, естественно, кто-то курит, кто-то еще какие-то. Мы же не можем этим всем обеспечить. Поэтому люди стремятся. Многие хотят здесь остаться. Поэтому они ищут уже работу, чтобы с перспективой. Волонтеры говорят, что их задача – помогать мирному населению. Ведь один житель Восточной Украины, которого спасли южане – это десятки людей на Донбассе, которые узнают о том, что раскол страны существует лишь в умах политиков. Илона Ганзи, Виталий Прус, Думская ТВ.